всем привет мои дорогие друзья с вами как всегда витальсон и сегодня я хочу поговорить о кубах люксталь разного литража здесь у меня 30 литровый куб вот это 50 литровый куб вот это 37 литровый куб многие сталкиваются с таким выбором и мне пишут ребята ну и сами там думают блин какой же все-таки куб взять вот особенно когда первый раз только человек покупает аппарат он еще в принципе не в курсе дел вообще что ему надо какие задачи он ставит перед собой перед аппаратом и вот он конечно такой человек теряется в догадках его терзают смутные сомнения вроде большой куб были ну как-то не нужен маленький куб ну вроде как-то елки-палки маловато будет может быть средний куб и в общем вот эти муки выбора они всегда присутствуют я по себе скажу так у меня были кубы разные разного объема вот сейчас пока что у меня в трех вариациях кубы самый универсальный это 37 литров это и не большой и не маленький этот скажем так универсальный такой куб 37 литров вот это вот . 30 . ну в принципе наверно маловато полтинник ну для многих великоват это скажем так наверное уже для более состоявшихся самогонщиков вот мне сейчас полтинник в самый раз но не забывайте еще друзья мои вот о том что смотря как и где вы занимаетесь перегонами потому что допустим если вы нальете полтинник полный то поднять его куда-то на газовую плиту с пола будет достаточно проблематично поэтому если вы взяли полтинник ставьте его на плиту а потом его уже наполняйте я допустим как делаю вот здесь же в каждом кубе есть кран для слива я вот если гнал когда на газовой плите я допустим ставлю куб ну 37 литров я и так подымал ставил а вот когда он уже у нас отработал когда в кубе осталась борда она же горячая вообще это все дело очень опасно я делал что я на краник слива накручивал обычный водопроводный шланг гайка 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 штуцер ну кому какой удобно этот шланг в раковину и все преспокойно сливал даже не убирая куб с газовой плиты потому что допустим 50 литровый куб горячий таскать или ждать пока остынет оставлять его на сутки но горячие его там как-то таскать волочит нет лучше не над друзья мои надо позаботиться о своей безопасности и так и так вообще давайте вот посмотрим начнем с 30 литрового куба это куб от аппарата люксталь мастер на нем родная крышка не усиленная ну в принципе для люксталь мастер такой крышки вполне достаточно так прокладочка стоит регулируемый хомут на хомуте четыре отверстия можно делать послабже можно делать потуже так и вообще нас интересует сам куб ну в принципе вот так вот он выглядит внутри на всех кубах индукционное дно они могут работать на индукционных плитах также сделано варен отвод под кламп 2 он идет заглушечкой если у вас тена нет ставите заглушечку и преспокойно гоните или на индукционной плите или на газовой плите также здесь прокладочка на заклепках ручки вот такое вот дно также в 30 литровом кубе тоже есть слив и давайте ребят замерим в принципе смотрите на всех кубах есть обозначение 35 на 32 вот здесь вот вот в этом кубе 35 на 32 написано вот давайте замеряем высоту куба вот он как стоит но вот сейчас давайте с этой стороны как вот он стоит прям вот так и будем мерить так что у нас там получается по кромке вместе с прокладкой 33 5 получается 33 5 теперь меряем диаметр диаметр у нас получается 37 и 8 друзья мои учитывайте это плюс сверху у вас еще крышка вот этот вот отводик под кламп я имею ввиду что учитывайте высоту потому что у многих я знаю которые люди гонят на газовых плитах у них не позволяет высота так это вот кубик 30 литровый тоже прекрасный куб для чего вот мне для чего он пригодился это для перегона небольших объемов для допустим там ректификации для дистилляции ректификата для мацерации где объемы могут быть небольшие вот этот кубик прекрасно подойдет так давайте теперь будем посмотреть универсальный скажем так кубик на 37 литров так этот убираем оба тут дело то в том что они сами кубы достаточно нелегкие плюс еще нальете в них и трындец хрен подымите вот такой вот хомут он идет из двух половин на заклепках хомут хомут регулируется здесь регулируется он резьбой крышка здесь уже идет купольная так крышка толщиной 2 миллиметра я замерял штангенциркулем крышка очень жесткая из-за того что здесь вот эти вот ребра жесткости выполнены крышка обалденно жесткая аппарат на ней стоит замечательно прекрасно так здесь также у нас краник для слива здесь у нас идет подтен кламп 2 а да еще забыл сказать вот оно отверстие здесь варен штуцер под термометр а внутри здесь у нас фольжно друзья мои внутри фольжно вот оно такое фольжно потому что куб идет вот с таким ребром и туда прекрасно устанавливается фальшь дно вот так вот внутри все это выглядит куб также универсальный газ плита там индукция т.н. да хоть на костре грубо говоря можно знать так маркировочка что тут у нас 36 на 36 давайте будем посмотреть значит по диаметру он по прокладке я смотрю без двух миллиметров 39 и по высоте без двух миллиметров 37 537 и 337 и 3 вот друзья мы сейчас покажу 37 и учитывайте то что у вас еще купольная крышка плюс еще отвод под кламп это еще примерно у нас сколько там получается купольная крышка тут сантиметров наверно 7 отвод под кламп 2 сантиметров еще 9 10 грубо говоря ну 10 давайте кидаем уже чтобы сто процентов в общем плюс к высоте куба еще добавляйте 10 сантиметров это крышка так теперь что ну вот это универсальный куб который в принципе у большинства людей 37 литровые кубы они небольшие не маленькие такие средние опа убираем и теперь ставим полтинник ох ты который достаточно сам по себе не легкий так 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 сидя конечно все достаточно неудобно делать ну что ж по теперь так тут хомут у нас идет такой же как и на 37 литровым но друзья мои крышки от 37 литрового и от 50 литрового друг другу не подойдут потому что они разного диаметра вот смотрите опа вот она у нас такая крышка ну давайте даже сравним я вам покажу сейчас как она выглядит это дело между собой вот они две крышки эти вот так вот сейчас сделаем как бы это поближе показать вот так вот наверно видно вот так вот вот видите насколько разный диаметр крышка также 2 миллиметра но из-за своей вот этой конструкции опять же она прекрасно держит 3 миллиметра здесь и нафиг не надо она прекрасно держит колонну так ну и сам куб также у нас здесь кламп 2 паттен здесь у нас сливной краник он он так что там у нас ухты это от сливного крана запчасти так ну прокладочка все дела так же вот фальш дно имеется и давайте по размерам посмотрим 40 на 40 на нем маркировочка стоит смотрим диаметр 42 и 5 и смотрим высота 41 и 3 40 как там сделать так 41 и 3 по высоте ну и плюс еще десяточка крышка по такой огроменный куб я вроде знаю что у люк стали еще даже 70 литровые где-то я видел кубы не помню уже на каком сайте вот такие вот размеры кубы достаточно тяжеленькие вот я аж припотел дома еще жарко так что ребята муки выбора они есть всегда от них никуда не деться вот все эти кубы замечательно работают нареканий в принципе у меня совершенно никаких по нет стоять а уж какой вам выбрать это в принципе решать вам под ваши задачи мне вот сейчас удобен где он вот полтинник я сейчас больше буду работать на полтиннике до этого я работал на 37 литров но полтинник вот мне прям ништяк больше куб для квартиры в принципе 70 100 литров мне для квартиры это великовато конечно великовато вот а вот полтинник самый нормалек друзья мои папа вот такие замечательные кубы такой наборчик 30 50 37 великолепное исполнение меня вообще вот эти кубы люксталевские радуют я знаю что очень многие ими пользуются очень многие довольны ну есть и недовольные тоже таких я встречал но довольных все же гораздо больше чем недовольных как всегда видео своих я никому ничего не советую я просто таскать делаю обзоры констатирую факты а выбирать это уже каждому свое друзья мои у каждого своя голова кому что кому какой просто комплектация очень интересная купольные крышки уже идут в базовой комплектации уже идет врезка паттен в базовой комплектации идет фальш дно это достаточно приятно мне это нравится ну что ж друзья мои всем пока с вами был витальсон быть добру два пальца вверх второй палец занят камеру держу ну все всем пока друзья мои до новых встреч